Вытягиваем губы вперёд и улыбочку. Далее можно круговые движения. По обратной мне всегда сложно. Мы то есть напрягаем язык, он такой иголочка, потом расслабляем, он такой широкий. У нас уже 12+, это не слишком сексуально выглядит. Друзья, всем привет! В эфире программа «Актуальная тема». Я Мариам Восканян и сегодня у нас суперинтересная гостья. Анастасия Шакжиева, тренер по голосу и речи, блогер, телеведущая. Когда-то даже работала на АТВ. Привет, Настя! Всем привет! Ты знаешь, я когда готовилась к нашему интервью, я посмотрела выпуски рубрики «Улан-Удэ-Лайф», которые ты снимала. У меня хобби довольно банальное. Я 13 лет увлекаюсь танцами. Это снимает напряжение, приносит новые интересные знакомства и море эмоций. Чем же занимаются «Улан-Удэ-Лайф»? Сейчас узнаем. Пересматривала когда-нибудь? Вот уже сейчас, когда поменяла свою речь, голос и так далее. Я год назад пересматривала свой первый сюжет, даже был не «Улан-Удэ-Лайф», а меня вот отправили в какой-то старый дом. Я там снимала, помню, 50 дублей. И потом ты, по-моему, сказала, это нельзя воскать кадр, это нельзя. Иди перезаписывай за кадром вот так вот с твоим лицом. Это нет, потому что я там плохо говорила. Представляешь, я помню, я тогда была выпускающим редактором, когда ты поехала снимать «Улан-Удэ-Лайф», и я тебе делала замечание по поводу твоего взгляда. Я говорю, он у тебя неуверенный, у тебя глаза постоянно туда-сюда, ты в камеру не смотришь, это из-за неуверенности. Да. И представляешь, сколько всего изменилось. Ты внешне, я тебя боялась там вообще. Во два года. А сейчас ты этому обучаешь и зарабатываешь на этом сколько? Миллионы свои. Ну, на самом деле, нестабильный такой заработок. Бывают и миллионы, бывают какие-то более тяжелые времена. Ну, точно цифр прям нет. Да, давайте вот для тех, кто не знает, Настя вообще родом из «Улан-Удэ». Два года назад она работала на телеканале АТВ. И за это время ты не только подтянула свои навыки ораторского мастерства, но и многое изменилось в твоей жизни. Ты переехала, набрала почти 400 тысяч подписчиков в запрещенной социальной сети, стала больше зарабатывать. Вообще, в целом, вся твоя жизнь изменилась. Расскажи, пожалуйста, вот где была та точка невозврата, когда все, ты решила уйти совершенно в другую степь и больше заняться самореализацией, чем вот работать на дядю на каком-то телеканале? Нет, ну, я считаю, работать на дядю – это огромный опыт. Без этого я бы не смогла ввести запрещенную социальную сеть. И как это вообще было? Я работала на пятницу. Там достаточно такой сложный график, что ты там, не знаю, можешь в ночную смену работать, там в 11 утра только приходишь домой и так далее. И я увидела как раз-таки в сториз, что осталось там два места на наставничество. А я тогда не знала даже, что это за слово. Я просто писала, что такое наставничество? И меня давай завалили вопросами, а сколько ты хочешь зарабатывать? Я говорю, хочу 70 тысяч в месяц. Это вот идеально. Ну, конечно, идеально это было бы 100. Я реально считала, что на 100 тысяч можно жить в таком комфорте вообще ни в чем себе не отказывать. Отдыхать на Бали? Да. Ну, все, это идеальная цифра. Потом написали, да ты можешь там 300 зарабатывать и так далее. Такое инфоцыганство. Это все вот мне хотят продать. Давайте, озвучьте цену. Мне сказали 100 тысяч. Я такая, даже если бы это было 30 тысяч, я бы сказала, это дорого. А тут 100. У меня тогда зарплата была 30. И все. Ну, и потом я такая, ну, надо, возможно, как-то попробовать. Ну, я тоже боялась. А мы можем сказать, что это же Настя Шалонова? Да, это Настя Шалонова, да. И я вот прям боялась, боялась, боялась. Но вот Настя вот почему-то во мне суперсильно разглядела этот потенциал. Она такая, ты же у меня брала интервью. И я такая, ну, да. Она такая, ты можешь обучать этому людей. Я такая, ну, да, наверное, не знаю, возможно, как бы. Потом, естественно, когда я поняла, что когда ты ведешь блог, это все гораздо легче, тебе больше это приносит кайфа, больше денег. Я поняла, что найм, это уже клево, я доработаю проект, но больше я не приду туда. И все, я начала потом дальше продавать. Ну, подписчики, вот эти сотни тысяч подписчиков, они пришли за счет рилсов, да, которые ты снимала. За этим стоит какая-то работа в плане, ты училась ли ты этому? Или вначале это была, знаешь, красивая картинка? Это все опыт на телевидении, когда ты там немного поработала? Я еще училась в школе Останкино. То есть я там получила какую-то базу, я вроде бы научилась, но потом вот база вот это обучение и практика, когда я сюда пришла, это разные вот вещи. И я вот просто, я помню, как я стояла, чуть ли не какалась в штаны. Если честно, мне было реально очень страшно. Я чувствовала такую супер неуверенность постоянно. Ты там запинаешься, и тебе стыдно уже перед оператором, что, ой, я там всех задерживаю и так далее, я какая-то неудобная, там, бла-бла-бла-бла. И вот эта вот база АТВ, потом я очень много уверенности набралась, конкретно вот этой вот стойкости какой-то жизненной, на кабельном, на пятнице, и вот, я начала преподавать так. Вот ты сама сейчас об инфо-цыганстве сказала. Знаешь, и про Настю Шалонову тоже в свое время очень много говорили, в том числе в Улан-Удэ, что это все инфо-цыганство. И про тебя тоже, на самом деле, в Бурятии так говорят. А я такого не слышала. Серьезно? Да. Ну, потому что ты в Москве. Ну, на самом деле, мне кажется, когда у тебя очень много подписчиков, и очень много людей вокруг, и мнений тоже очень много. Конечно, есть те, кто поддерживают, а есть те, кто считают, что это все везение, что это красивая картинка, что ты берешь своей внешностью, а за этим в целом ничего и не стоит. Понимаешь, что у тебя есть команда продюсеров, которые все это тебе расписывают, что говорить, как говорить, и ты это все делаешь, и своим лицом продаешь продукт, за которым ничего не стоит. Вот что ты об этом думаешь? Сколько людей, столько мнений. Но я, честно, не согласна, что это инфо-цыганство. Я считаю, что инфо-цыганство – это тот продукт, который не дает результата. Мои ученики, они не только начинают говорить лучше, там, до, после, вот такие тихие, неуверенные голоса, или такие более глубокие, раскрытые, без слов, паразитов. И я даю твердый результат, плюс еще в деньгах. То есть мои ученики, они растут в доходе, их повышают в должностях где-то в карьере и так далее. И инфо-цыганство для меня – это вот просто пустой продукт, где там говорят, верь в себя, все получится, выйди из зоны комфорта, надо проявляться и так далее. Но это же тоже иногда может дать результат. Ну да, это может дать какой-то мягкий результат, что человек немножечко такой окрепнет, что вау, меня где-то поверили. Этой поддержки мне не хватает от близких, либо от себя самого. Но все-таки это не несет такого прям вау-резутата. Многие просто говорят о том, что инфо-цыганство – это когда у тебя на обучении нет прикладных знаний. Ну, допустим, если я пойду учиться на визажиста, или на курсы по Вайлборису, или на программиста, я понимаю, что с этими навыками я смогу освоить новую профессию и так далее. В целом я ее осваиваю. А все остальные обучения из разряда, вот как ты говоришь, проявляйся, верь в себя, выходи из зоны комфорта, ты лучшая, мы в тебя верим – вот это инфо-цыганство. Кто-то говорит, стань миллионером за два дня вообще, вот просто ничего не делай, деньги в легкости, все в кайфе. А потом, по сути, за два дня ты не даешь этому человеку, ты не даешь инструменты, какие-то знания, инсайты, и твой продукт не соответствует офферу. Вот это инфо-цыганство. На самом деле, я даже к инфо-цыганству отношусь нормально. Чтобы продать такой вот пустой продукт людям, еще если ты на большие чеки продаешь, это талант, ты хороший маркетолог. Я согласна. Потому что даже порой реально свой продукт, которым ты гордишься, это тоже труд продавать. Ты думаешь, а как там еще что-то сделать и так далее. А они там продают даже пустые продукты хорошо. Да, мы вот недавно с подругой обсуждали, что в свое время наши бабушки, дедушки, родители по 15, по 20 лет на заводах работали для того, чтобы какую-то квартиру получить или какой-то статус. А сейчас время такое, когда у всех есть телефон, и у каждого есть возможность зарабатывать эти сотни тысяч. Просто кто-то пользуется, а кто-то нет. И нельзя людей за это осуждать. Ну вот, к Насте Шалоновой вернемся. Когда ты приходила к ней на наставничество, были сомнения? Или вот ты верила в свою наставничество? Конечно, бешеные сомнения у меня были. Ты отдаешь 100 тысяч. На тебе долг. Ты вообще не готова к таким цифрам. Для тебя 100 тысяч – это вот реально зарплата мечты. И я, конечно, просто иногда сидела и думала, не, мне кажется, я тупая и надо назад. А как там, возможно, возврат, невозврат, вот это вот все. Но я просто настолько уже думала, что все, я заплатила. Что остается делать? Если я буду бояться, страдать, вот уходить в страхи, то я ничего не добьюсь. И эти мои деньги просто, они сгорят. И я просто делала все то, что она говорила. И она сказала снимать релсы? Она мне говорила снимать релсы, да. Но я такая, это я потом попозже начала, уже после обучения. Я такая, ну, там нужна вот эта картинка, команда. А я вот только начинаю. Я первый запуск сделала на 360 тысяч. И то есть у меня 100 ушли отдать долг сестре. 100 купить себе макбук, а 160, они вот как-то вот так пропали. Оказалось, что это не такие большие бесконечные деньги. И то есть у меня не было особо каких-то ресурсов финансовых на очень крутые, там, студийные съемки релс. Вон, да, такая ситуация сложная с некоторыми блогерами, с вот этим понятием сотрудничества, коннект и так далее. Я даже вот пробовала сначала не снимать релс, а закупать рекламу. Я хотела там купить первые какие-то рекламы, писала блогерам и думала, может, где-то по бартеру получится, что я проведу занятие. Если человеку понравится, вот реально, он увидит там какой-то маленький результат за два часа коммуникации со мной, он выложит этот отзыв искренний. Мне просто, не знаю, из 10 человек ответил один, остальные там просто такие голос речи, ну, как бы, ты блогер, ну, что там, у меня и так вообще все прекрасно, я такая занятая, я такая королева, и я реально читала, думаю, жесть. А у людей тоже было 5 тысяч подписчиков на тот момент. И я думала, у вас 5 тысяч, а вы просто уже богини. И вот так общаться, я понимаю, что если ты не хочешь брать рекламу, скажи, ну, я сейчас не беру вообще по бартеру, тем более, и все. А то есть со мной так общались, я думаю, ладно, пойду снимать релс. И вот моя подруга, прям Саша Готапова, она меня натолкнула и сказала, приходи ко мне домой, просто дома у меня снимем на мой телефон. У него был айфон 13, и все. И я там ночью написала первые 10 релс, я думаю, правильно, неправильно, ладно, нормально. И все, я пришла на эту съемку. На самом деле, вообще потом было очень стыдно это выкладывать. Я думаю, боже, это, ну, правда, у меня за некоторые релсы мои до сих пор очень стыдно. Где-то я и сама там плохо говорю, потому что у меня этот корсет все перетягивает, где фрагмальное дыхание нагружается. И я там просто такая, как сделать голос глубокий? И я думаю, боже, Настя, ты вообще как это выложила? Но лучше выложить такое, такой немножечко некачественный контент, где тебе там не нравятся где-то твои волосы, где ты думаешь, а тут у меня лицо страшное, здесь я встала не так, здесь свет плохой, здесь сказала где-то плохо, и можно было бы по-другому интонацию сделать. Но лучше сделать хоть как-нибудь, чем вот просто сидеть и мечтать, вот сейчас я сделаю круто, идеально с первого раза так не бывает. И вот, кстати, об этом. Есть же, на самом деле, очень много талантливых людей, которым есть что предложить. И сейчас, я не знаю, супермодное даже вот это понятие, синдром самозванца. Все боятся, все себя обесценивают, считают, что они этого недостойны. Как тебе удалось вот этот страх перебороть, страх заявить о себе, при том, что ты сама в целом начинаешь, но уже вот показываешь себя как коуча, как человека, который может научить. Как решилась на это? Да мне всегда было страшно вообще. Да и порой даже сейчас какие-то сложные решения, там, если ты идешь во что-то новое, это всегда страшно. Но я просто стараюсь это делать, вот тебе пришла идея, и через сутки ты уже должна что-то сделать, чтобы она вот воплощалась конкретно в действии. Когда ты делаешь, тебе уже не так страшно, потому что фокус твоего внимания на то, там, как это улучшить, а что здесь можно сделать, а как больше зарабатывать. И про страхи ты меньше думаешь, но страх он всегда есть. Я там не сижу никак, не медитирую, не освобождаюсь от этого всего, там, не прорабатываю маму, папу, а почему вот это меня сейчас ограничивает. Я просто понимаю, да, меня ограничивает, меня страшно, пипец, потому что я этого не делала никогда, это вот первый раз. Но я понимаю, что все нормально будет, либо это будет опыт, либо это будет что-то такое прекрасное, хорошее, и все получится. Когда я иногда захожу почитать комментарии под рилсами, очень много есть вот комментариев из раздяда, ты такая красивая, у тебя такие красивые формы, такой классный корсет, где купила. Я хочу стать твоим микрофоном. Да, да, и вот такое, где-то вообще какие-то пошлые вещи есть. И в том числе, конечно же, есть и хейт. Как ты относишься к этому? Во-первых, как ты с этим справилась? Потому что у любого человека, который более-менее популярен, появляются хейтеры. И вот второй вопрос. Как ты относишься к тому, что, возможно, большинство твоих подписчиков пришли к тебе не за твоими знаниями, а вот посмотреть на красивую картинку? Как я отношусь к хейтерам, во-первых, я очень их люблю и обожаю, потому что, на самом деле, если ты хочешь масштаба, если ты хочешь большой аудитории, значит, у тебя должны быть и рилсы на несколько миллионов. Не бывает такого, что вот любой ролик любого человека, и все посмотрели, адекватные люди, которым всем все понравилось. Невозможно расти без хейта, потому что эти хейтерские комментарии, они вот и продвигают твой ролик в топ. Это осознанный мой шаг вызывать таким способом эмоции. Где-то я осознанно вызывала эмоции тем, что я могла неправильно что-то сказать в рилс, чтобы меня все подправили, потому что людям очень приятно осознавать, что где-то они умнее, а вот ты ошиблась, и это тоже были такие очень хорошие заходящие ролики. Нужно к этому относиться больше как к бизнесу. То есть моя работа, я предприниматель, это мой бизнес, мне нужно внимание людей, я это очень сильно люблю и благодарю за это, и нужно вызывать эмоции. Если ты будешь просто такая правильная и прикрытая для всех, удобная и так далее, ну это хорошо, это круто. Я и являюсь такой в жизни, например, я там не хожу в корсетах просто так днем. Это, кстати, очень классные советы для журналистов тоже, когда я понимаю, что мой респондент, мой спикер, знаешь, такой деревянный, который говорит супер монотонно, я вообще обожаю прикидываться дурочкой, переспрашивать по 10 раз, чтобы он разозлился, вот реально осознал, что я вообще самая глупая журналистка и начал мне вот разжевывать, знаешь, на эмоциях, и это лучший момент, который можно вставить в сюжет. Да, да, вот даже если бы я в интервью тут сидела, вся такая вот, а если я там заплачу, вот это интервью, это тогда будет шикарное вообще. Всегда нужны эмоции. Всегда нужны эмоции. Ну и все-таки, мне кажется, нужно прийти к тому, чтобы говорить, хейтеры, я вас люблю, я сейчас тоже так говорю, но у меня были периоды, когда я плакала ночами в подушку, когда я просила своих коллег озвучивать свои сюжеты, потому что я не хотела, чтобы люди знали, что это мой голос, я не снимала стендап и не появлялась в кадре, меня вот так загнобили, знаешь, в начале моей карьеры. Я в шоке. Это было. Сейчас, конечно, я говорю, что я обожаю хейтеров, потому что они мои главные поклонники. У меня есть одна женщина, ее зовут Галина, вам привет, которая не пропускает ни одного интервью, ни одного сюжета, потому что она ищет ошибки в моей речи. И она смотрит чаще, чем моя мама, все мои материалы, понимаешь? И, конечно, это приятно, несмотря на то, что там негативные отзывы. Вот у тебя был какой-то переломный момент, когда оно вот закрылось, я не знаю? Нет, у меня такого не было. Все благодаря моим любимым одноклассникам, которые меня как-то хейтили в школе. Вот там вот я, конечно, плакала. Мне там было очень обидно. Серьезно? И этот этап я уже, да, прошла как-то в школе. И когда у меня вот появился вот этот весь шквал, там тысячи комментариев, там же не только про внешность, там еще и про национальность очень сильно задеваются. Да ты не русская, учишь русскому вообще, да ты иди сама вот туда и сюда. И я вообще читала такая, окей, хорошо, типа все. Но на тот момент читал мой парень, там мои друзья, подружки, они все сидели такие, они, уроды, я сейчас напишу, это что такое? То есть их прям вообще, их столько эмоций, их прям перегибает от всего. Я такая, а что такого? Все хорошо. Я помню, моя мама тоже отвечала на комментарии хейтеров. Да, вот у меня реально друзья все сидели, они прям на эмоциях. Они такие, как вообще можно так написать? Это вот такие вот люди. Ты не обращай внимания, все будет хорошо. Я говорю, так у меня все хорошо и так. Ну потому что вот у меня в школе как-то мне и говорили уже все там. И я это уже все восприняла и поняла. И сейчас я больше придерживаюсь мысли, что вот если тебя взбесит какой-нибудь комментарий, вот у меня не было такого комментария, который бы меня взбесил. Ну если он меня взбесит, то значит это проблема во мне. Потому что как я к этому отношусь? Вот например, я тебе скажу, Мариам, у тебя волосы некрасивые. А ты вот всю жизнь считаешь, что у тебя классные волосы. У тебя ни разу не было там сомнений, что ой, а что-то у меня не так. Я тебе скажу и такая, ладно, хорошо. И ты забудешь, ты выйдешь. А если я тебе затрону какую-то тему, которая тебя волнует, где ты сама про себя так думала, что не знаю, ты там тупая, условно вырастила, а ты там реально в себе сомневаешься в каких-то знаниях там или еще что-то. Если у девочек там проблемы с весом, они пытаются похудеть и так далее, им скажут, ты жирный, вот мне так говорили. И я вот все, у меня полмира рушилась. Я думаю, реально, да, и этот человек мне так сказал, да, как он мне так посмел. А по сути это проблема во мне. А вообще вот эта вся популярность, очень много денег, это было испытанием? Знаешь, бывают люди, которые к этому не готовы, их может это сильно испортить. Вот когда пришло первые 200 тысяч подписчиков, я вообще не чувствовала какую-то популярность. То есть у меня сразу включалось так, у меня в директе тысячи сообщений, хочу на обучение, вот это все такое, у меня нет команды, я не могу им всем сама отвечать, мне помогала как-то сестра, мы не успевали, я не знаю, что с этим вообще делать. Люди потом уже пишут, да ты зазналась, ты не отвечаешь мне, а я вот просто, я физически не могу. Я в какой-то момент просто ушла и лежала где-то там в загородном, в Москве, я думала, а как вообще дальше жить? Вот я чисто думала о такой предпринимательской штуке, я ни разу не думала, вау, теперь я популярная, теперь у меня все хорошо, я думаю, теперь я вообще не понимаю, как управлять своей работой абсолютно, потому что я научилась уже хорошо работать на маленькую аудиторию, а что делать с большой, я пока не понимаю. Мне еще надо работать, работать и работать, я понимаю, что это прикольно, я очень благодарю, но мне еще надо работать, это как бы вообще не пик. Что касается денег, был момент, когда ты такая, вау, вот мои 100 тысяч, а вот мои 200 тысяч, пойду куплю себе брендовых шмоток, или ты все-таки вот рационально тратишь все свои деньги на какие-то более важные вещи? То есть они вскружили тебе голову или нет? Я с такой болью отдавала 100 тысяч на MacBook, это просто мне было так плохо отдавать деньги, и вообще я поняла на тот момент, что у меня есть проблема, как тратить деньги. Еще же вот эти есть обучения про духовность, осознанность, нужно вот этот энергообмен, нужно тратить в изобилие, получать в изобилие. У меня вообще не было, прям отдаю денежку, мне прям плохо, мне прям грустно. И потом вот эти 160, там куда-то вот как-то ушли, я заработала снова там 200 тысяч, и они тоже куда-то испарились. Но я не скажу, что я прям тратила налево, направо, купила себе там кучу Dior, у меня ничего такого не было. Но я пошла обязательно к финансовому консультанту, она мне объяснила вот эту всю суть, как вообще нужно тратить деньги. Вот заработал ты 100 тысяч, 30% ты откладываешь на финансовую подушку, на 30% ты живешь, вот тратишь деньги на свою жизнь, и 40% ты реинвестируешь в бизнес. То есть ты там покупаешь рекламу, и еще что-то, или еще что-то. И я такая, если жить на 30% своего дохода, то денег-то вообще нет. Ну и плюс еще постоянно же меняется база твоя. То есть раньше я в Москве ходила, на метро каталась, готовила дома, Бургер Кинг, там, не знаю, комбо за 300, это было прекрасно. А потом ты уже такая, такси, кофемания. Ну то есть уровень жизни твоей растет, и соответственно и траты растут. И у тебя там не бывает такого, что все, у меня тут изобилие, сотни миллионов просто так лежат, не знаю, куда их потратить, давайте их скупим все сумочки. Такого у меня не было. Родители тобой гордятся? Я думаю, да. Они тебе этого не говорили? Ну, мама мне говорит постоянно, молодец, мама вообще у меня просто самый лучший подписчик, каждый день мне огонечки ставят на все сторис. Это мой главный активный подписчик. Ну, папа, я думаю, тоже гордится, но он мне прям напрямую так не говорит, но я думаю, что да. Вот особенно если мы находимся при гостях, то он говорит, да, это моя дочь. Ну, напрямую он мне, кстати, не говорит, по-моему. Ребята, это выгрозно? Ну, давайте слезы пускать. Ну, на самом деле не грустно, потому что мне даже было не грустно, когда папа вначале и не понимал где-то вот эту мою деятельность. Он мог мне открыто сказать, что, Настя, что ты там продаешь? Вот кто эти лохи, кто тебя покупает? То есть мои ученики. Я такая, это не лохи, я вообще-то здесь преподаю и так далее. Ну, то есть он такой, ну, хочешь, делай, все. Ну, это, конечно, все бред. Ну, условно, вот с таким подтекстом можно даже помягче, да, сказать. Но при этом я видела, как в действиях он меня поддерживает. Я когда приезжала в Лонде, я ставила макбук и вела занятия. И то есть во время занятия вот прям папа с такой любовью так тихо-тихо ходила, тебе там вода нечаянно налет. То есть я понимала, что он относится с уважением и он вот в таких действиях он очень поддерживает меня. Сколько сейчас стоят твои курсы? Вот последний поток 45 тысяч, групповое. 45 тысяч. А сколько человек можно собрать максимально? Он всегда вообще по-разному. Какие-то потоки это 50 человек, какие-то потоки они прям узкие. Но сейчас у меня такой маленький поток, потому что он последний и в формате наставничества, когда я прям с каждым человеком коммуницирую, вникаю в их запрос. Самая большая зарплата вот за последние два года? Большая сумма, которую ты заработала за один поток или за одно обучение? Ну, самый большой запуск, он был там на миллион четыреста, где-то так. Круто. Это чистый доход твой? Да. Настя, мне кажется, мы бы с тобой и дальше болтали бесконечно, потому что это все безумно интересно, но эфирное время не резиновое, поэтому я тебя благодарю, что ты к нам пришла. Не забываешь свой корень. Я благодарю за приглашение. Да, да. Спасибо тебе большое, друзья. Я напомню, что у нас в гостях была Анастасия Шакжиева, тренер по голосу и речи. Подписывайтесь, покупайте обучение, и, возможно, вы тоже сможете зарабатывать. Это была программа Актуальная тема. До встречи в эфире. Анастасия Шакжиева, анастасия Шакжиева, анастасия Шакжиева, анастасия Шакжиева, анастасия Шакжиева,